Доброго времени суток! В данном видео обзоре мы с вами рассмотрим поле боя Ашрам. Это рейдовые ПВП-сражения. Для получения более достоверной и основной информации обратитесь в первоисточнику на Battle.net. Основная цель условия победы – одержать победу над главой противоположной Франции. Максимальная величина команды – 115 человек, минимальный уровень допуска – 100, местонахождение – дренор, стиль игры война. Основная цель посещения игроками поля боя Ашрам является получение экипировки 710 уровня. Чтобы ее получить, вам необходимо зарабатывать, помимо очков чести, очки завоевания. Данные очки выдаются только боевой локации Ашрам за выполнение квестов и специфических задач. Перед посещением боевой зоны Ашрам настоятельно рекомендуется в вашем гарнизоне построить святилище гладиатора, которое позволит вам рандомно и постепенно с нуля получать экипировку, очки чести и очки завоевания. При первой постройке святилища гладиатора, объем ресурсов и золота, потраченное на него, вы можете ознакомиться на официальной странице руководства от Battle.net. Данный NPC предложит вам квест на сбор костей с трупов противника. Звучит, конечно, ужасающе, но кости будут падать вам автоматически в инвентарь за убийство или соседнее убийство игроков вражеской фракции. Помимо ПВЕ бафа от святилища гладиатора, дополнительно будет предложена вторая ступень. Это выбор статуи противника, например, заклятый враг Таурен, или заклятый враг Тролль, или заклятый враг Орг. В общем, все фракции Орды представлены в данном круге. Необходимо убить или помочь убить, либо просто находиться рядом и получить 500 очков. То есть убить 500 игроков. За это вы получите дополнительно очки завоевания. Со сложенных костей мы получаем, минуту, они уже готовы, золото, честь, очки завоевания, кристаллы, экипировку. Бытность я видел только зеленую и синюю. Возможно, есть фиолетовая, но я очень сильно по этому поводу сомневаюсь. В третьей ступени святилища Гладиатора вам предложат Верховный Молот вступить дополнительно на еще одну ПВП-арену. На еще одну ПВП-арену, которая позволит вам вести бои, зарабатывать очки завоевания и дополнительную экипировку, борясь не с противоположной фракцией, а, скажем так, кто выживет. То есть максимальное количество игроков вступает в бой друг с другом. К сожалению, я туда никогда не ходил. По одной простой причине, что больше двух часов ждать никто не будет. Данный Орг, простите, Огр, может поставить вас в очередь в Колизее. До этого на входе в ваш гарнизон появляется другой Огр, который предлагает вам сыграть в Колизее. Более подробную информацию, естественно, вы можете прочитать на первоисточнике Battle.net. Для начала немного теории. Итак, посмотрим на карту Ашрана. Данные боевые события появляются ежедневно, которые к вам приносят только очки чести. Выполняются как в соло, так и в составе рейда. В идеале и теории подразумевается, что в составе рейда, например, забежим немного вперед по сбору руды, ивент, при условии завоевания первой части, вы выполните максимально быстро и эффективно данную задачу. Задача тривиальная – убить игровых персонажей и за это получить необходимые бонусы. Но начнем по часовой стрелке. Данная территория Альянса, данная территория Орды. Позже мы вернемся в данную локацию и посмотрим более практично и визуально на действия в составе рейда или нет. В данной области присутствует игровое событие Костры на Утесе Громил, которое чем-то напоминает Око Бури. Вам необходимо захватить и удерживать пять костров, которые должны накопить вам и вашей команде полторы тысячи очков. Дополнительно в этой области присутствует баф для любого класса – это освобождение Огра из клетки и получение своеобразных таких визуальных камней, которые накапливают вам деф. В каждом месте игрового события находятся также дополнительные раритетные NPC, которых 50 на 50 можно убить в соло. Почему 50 на 50 по одной простой причине зависит от вашего класса и уровня экипировки. С данных NPC вы будете получать непосредственного для своего класса дополнительные книги, которые позволят вам только в игровой области Ашран получить дополнительный баф. Лут 100% для каждого персонажа и участника рейда. Темный лес содержит также непосредственно раритетного NPC, а также траву, которая появляется и респанится свободно. Общий кап для накопления 10 единиц не исчезает при выходе из Ашрана и дополнительно увеличивает на 60% статы вашего персонажа. Далее у нас идет трон Карлока, за убийство которого он соответственно перейдет на сторону Орды или Альянса. Чуть ниже у нас располагается раскальенный карьер с игровым событием по сбору Руды. Присутствуют две вагонетки Альянса и Орды и соответственно респаунятся части Руды, которые необходимо донести при сборе 20 единиц до вашей вагонетки для вашей фракции. В основном бои происходят на севере или западе, в зависимости от того, какая фракция более или менее ведет свой противовес на поле боя. Но за свою бытность я никогда не видел, чтобы одновременно носили две фракции и заполняли свои вагонетки. Чуть севернее находится небольшая зона с аблеронами, которая позволяет получить игрокам усиление. Это корень, который восстанавливает вам где-то до 40 тысяч здоровья и позволяет получить небольшое усиление дефа. На 6 часов южнее находятся шахты, вход для Альянса и вход для Орды, которые предоставляют нам дополнительно два игровых события по сбору артефактов или Руды. Позже мы туда спустимся. В западной на 8 часов мы видим Некрополь Молода Ашрана. Здесь происходит игровое событие, которое позволяет вести сбор духов одновременно двум фракциям. Можно чуть подняться на север или непосредственно находиться в центре. Всего надо собрать 20 духов. Если вы собрали, к примеру, 15 и вас убили, то, естественно, счетчик сбросится до нуля. Или просто-напросто отминесует минус 15 духов. В данной области также находится баф в паутине спрятанной НПС жрецы. Их эффективность я вам рассказать не могу, поскольку я никогда ими не пользовался. С северной находятся в самой крайней западной точке у нас круг завоеваний, который содержит большие запасы именно тех артефактов, которые вам необходимо собирать для получения усиления на базе тех или иных военных возможностей, а также заработка очков чести. В основном более эффективная рейд-группа той или иной фракции при доминировании просто фармит этот круг, зарабатывая баф, свитки защиты, свитки скорости, купола и прочее. Возможно, вражеская фракция встречает ее, поскольку за убийство игрока в боевой зоне вам помимо тех же очков чести дают кап ресурсов или артефактов. Простите, ресурсов не для гарнизона, а ресурсов непосредственно для Ашрана. На 11 часов в Северо-Западе у нас находится амфитеатр истребления с игровым событием по гонкам. Его так и называют гонки. У каждой фракции имеется по слону, да, вы не ослышались, по слону, становясь центр которого, соответственно, он быстрее бежит. И чем больше игроков его усиливают, бафают, тем быстрее он идет. Всего нужно преодолеть слону 5 кругов. Соответственно, та или иная фракция выигрывает. На базах вражеских или вашей фракции находятся также тюрьмы. Класс Паладин, получив, соответственно, с раритетного МПС книгу, может вас туда перемещать. Но не пугайтесь, в этом нет ничего страшного. Это, наоборот, большой плюс. Если у вас нет классовой способности, невидимости, попав в тюрьму, вы спокойно из нее выйдете. Также, в 100% варианте, у тюремщика есть ключ. Данный ключ позволяет вам открыть одну из трех клеток с теми же МПС, но не с игроками. За открытие клетки вы получите очки завоевания или очки чести. Также, возможно, вы получите зеленый сундучок. Зеленые сундучки вы получаете за каждое игровое событие. И, соответственно, синий сундучок за основное действие доминирования на поле боя за убийство вражеского босса МПС. Соответственно, перед этим, по Аллее Славы, вы захватываете все флаги. Последние находятся вот в этой области. Исчезают гладиаторы, которые имеют очень большое количество очков жизни и наносят громадный урон. Через 30 секунд ваша фракция продвигается в центр и убивает вражеского босса, за которое вы получаете синий сундучок. Также некоторые ходят в обход и убивают вражеского босса. Помимо всего прочего, раз в неделю вам дается фиолетовый сундучок за убийство босса и за убийство 200 игроков. Неважно, попали вы в них, вы просто должны находиться рядом. Итак, перейдем непосредственно к посещению зоны Ашрам. Итак, мы с вами продвигаемся непосредственно к боевой зоне Ашрам. Вход находится на севере в преграде ветров. Здесь у нас всеми любимые манекены. В данной области находятся три NPC, которые продают экипировку. Когда у вас будет очень много очков чести, вы также можете приобрести перводуктные духи за 200 единиц очков чести. Итак, вот он вход. В данной версии перед легионом нету в режиме поиска кнопки вступить. Вам приходится забегать вручную. И вы непосредственно при свободном слое сразу вступаете в бой. При первом посещении вам будут доступны мелкие квесты, вроде посетителя Дорогу Славы. Также этот NPC дает вам за лут с игроков дополнительные зеленые сундучки. В данной области находятся ниже тюрьма, а также NPC с экипировкой. Итак, по бафу, которую мы рассказывали раньше. Вот та же самая трава, цветок песни, характеристики на 15%. Тот же клубень или корень, который позволяет накопить 28 тысяч единиц здоровья и понизить урон на 40%. В принципе, в теории, в каждой рейд-группе существует не командующий, а оратор, называет его роллом, который позволяет более-менее скоординировать вашу группу, но, к сожалению, в основном все роллы просто балабовые. Так, посмотрим на карту, что у нас происходит. Видим, вот наша рейд-группа, у нашего моста на первом флаге. Задания пока не выполнены, которые непростойственно адресуются мне. Ну, данная рейд-группа уже практически отыграла. Походу, у нас доминирует орда. Итак, видим, рейд ожидает первого флага, но мы с вами отправимся в тот самый карьер. вот этот раскальенный карьер. Сразу предлагается непосредственно ежедневное задание. Здесь у нас вагонетка и здесь у нас вагонетка. А в этих областях появляется руда. Далее мы идем к звездокорню с облероном забавом. Вот здесь можно спуститься в пещерку. Вот он растет и немножко подсобрать. Больше 20 единиц нельзя. Не исчезает при выходе из ашрана. Далее мы с вами отправимся в лес за той самой травой, которая позволяет вам поднять характеристики на 15%. Также стэк 10 единиц не исчезает при выходе из ашрана. Вот область Орга, которого к сожалению либо уже убили, либо еще нет. Но не появляется. Дополнительное сообщение присутствует при спауне Огра. Вот союзник тоже бежит за травой союзники. Вот здесь она растет. Вот она цветок песни. Тут более менее надо вести себя внимательно, потому что область открыта и возможно вас атакует. Некоторые любезные ордынцы могут подождать пока вы справитесь с МПС, но в основном вас просто жестоко убьют не задумываясь. способность к нему также с МПС в основном прут это те самые ресурсы артефакты. Количество артефактов содержится во вкладке валюта. Больше артефактов вы получаете, когда вражеская фракция доминирует и вы находитесь у них в тылу. Поэтому покидать группу не стоит, а можно просто пофармить МПС, если ваша цель артефакты и сбор, например, как у этого персонажа, синие экипировки, очки чести вам просто необходимо нафармить. А вот тот самый баф у Дурида, который использовал книгу для полета пофармить. Но на данный момент я смотрю клеток нету с Согром. К сожалению, забрали. Жестоко. Да, нету клеток. Здесь, здесь. Да, баф, к сожалению, нету показать. Нет возможности. Но ранее неогреленный баф на слонах и гонках остался. Я вам покажу чуть позже. А вот раритет на МПС. К примеру. Непосредственно на Утесе Громил. За элитных МПС вы получаете чуть больше артефактов. Также зависит от того, работаете ли вы в тылу. Да, находясь в тылу рога, вы получаете дополнительно 100% артефакта. Вот на данный момент союзник делает себе квест, и соответственно кап идет и мне. Поэтому помогайте также друг другу. сейчас мы отправимся в область гонок за дополнительным бафом. Также под мостом Орды иногда респавнится вот здесь вот сундучок где-то от 30 до 50 артефактов. сундучок какого-то там разведчика якобы потерянный. Сейчас мы с вами доберемся до игрового моста. Простите, читаю просто мост сборной мосту, сборной мосту до игрового события гонки, которого сейчас на данный момент нету, но показать натурально что же здесь может происходить. Вот здесь движутся слоны, а вот он наш баф бежит скоростной. То есть для класса например разбойник или дроид очень эффективен, позволяет не напрягаясь ничего не отжимая придавать небольшое ускорение. Также присутствует сейчас посмотрим есть ли у орды активированные за артефакты порталы, которые позволяют перемещаться допустим с этой точки в эту и с этой в эту. Нет, нет, порталы наши и виси нет. В 80% случаев убивается в соло любым классом, даже разбойник. Ну, также зависит от уровня экипировки. Данные игровые монстры тоже входят в ежедневный квест, но мы его пока выполнять не будем, поскольку он даром не нужен на данном персонаже. Вот за сбор артефактов орда отправила патруль, очень жесткие мобы, в случае чего избегайте их или наоборот приобщайтесь к ним, если вас где-то поймали в соло или вы случайно заблудились и не можете убежать от вражеской фракции. Это называют кладбон. В основном не захватывают грамотные люди по той причине, что область очень узкая, очень узкая. И здесь происходит обычный фарм. Вы здесь появляетесь и соответственно идет демаг со всех сторон. Вот это внимание, я ранее постоянно в нее упирался. Кто ее поставил из разработчиков иногда поражает. А вот тот самый крузовый Иваний по фарму огров и артефактов. Ну и самый главный конечно артефакт, который носит та или иная фракция и усиливает на 100% характеристики носящего класса. в основном носят хилы, которые производят огромный нахил при ношении артефакта. Теперь мы с вами дойдем. А вот как раз тот самый квест святилища гладиатора у меня стоит на орков. Ну уже практически выполнено. Вот по захвату духов локация. Как видите идут переломленные кости. где-то рядом пробежал убили вражеского игрока. вот наш отряд. Вот здесь респанец Духин. Вот на данный момент рейд в шахтах. Сейчас мы туда спустимся. я немного их недолюбливаю. Поскольку классы которыми я здесь играю инвизные имеются ввиду имеют способность невидимости. И здесь очень узкие проходы. Естественно магии танки по большому площади бьют и в случае чего вы просто превращаетесь в мясо. Вот на данный момент событие еще не началось но рейд группа уже в сборе. Вот здесь фракция орды. Например с гарнизона с инженерки можно запускать термояд. Наносит 500 тысяч урона но область поражения маленькая и у всех пишет соответственно в чате ситуацию западка. Класс разбойник используя книги собирает у нас с любого вражеского противника артефакты вытаскивая их из карманов. У друида две книги это полет и быстрая перезарядка возрождения но на данный момент книг у меня нету поэтому я их вам показать не могу. для любителей иллюзорных достижений в ПВП вы можете получить разные достижения которые в основном даются за накопление репутации в агарте рима. у вас появится выбор звания и накопление репутации итак после шахт мы выиграли и отправимся как раз сейчас на тот же самый круг видим идет фарм переломленных костей ролл изменил направление кричит все на гонки поставьте круг ну кладбон захватили зря сделали но ничего страшного так отправляемся в область гонок сейчас мы с вами посмотрим логику гонок а вон и ордан сзади бежит вот область гонок как видим основные направления захода противоположной фракции это здесь и вот сзади они нас пытали догнать увидим рейд собрался собрался и ожидает наступления ивента ну сейчас тут походу будет стенка на стенку как обычно колпачка колпачка у меня к сожалению нету который создает барьер но вот кто-то из наших создал вражеских персонажей затягивает центр если пересекать данную колпач область термояк кто-то запустил тот же лучше отойти вот термояк панамба бахнул походу да извините я не увлекаюсь просмотром урона и отхила но мы тут явно проиграли причем жестоко можно попытаться обойти поискать хила ихнего вот он стоит сова стоит вот волк по ней работает альянс забрал артефакт но орды больше орды больше куда собрался итак фарм костей продолжается наши респавнивцы на клокбоне и пытаются перейти в контратаку один готов методом стада наши пытаются прорваться в тыл отожмем свиток брони если никто не отжимал то добавляется кап 15 секунд если отжимали скорость свиток на скорость то естественно он заменит свиток защиты а если вы на свитке защиты на 15 секундах нажали свитка в скорости то он заменит свиток защиты рыкнуть я не могу пока откат идет и маленьких как всегда ушаем и рвём 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 оттолкнем дарю не стой на месте все скамы отработали также возвращаются на мир жесткий жесткий замес поможем ты лови к ты ловите самое главное ты ловите самое главное прилетела какая-то ачивка извините не любитель стоять поможем братве повиси немного повиси по хилам и хило не вижу макросы тоже не использую и чё ты делаешь я не могу из-за того что смысл есть я не могу произнести закреплены видим сову но я в сову не потяну один танчик танчик мертв замес продолжается активно продолжается замес со всех сторон любимые лаги наш слон ходу рыкнем слон пошел чуть быстрее не хватает игроков счет пока 11 по кругу не бойся я с тобой вот она сова подбавим немного слону хилы хорошо работают хилы вот сова пытается убежать станут ничего не дадут конечно надо выпрыгнуть с ними не костанье так вот шпани заманали отлично отлично повиси пока повиси отлично отлично поздно у тебя рано ну вот мы практически добрались до округа выиграв гонки на слонах отправились фармить круг вот идет убийство тотальный геноцид волграф вот содержание артефактов главных потом до базы донести а не подарить вражескому разбойнику или общий лук для всего рейда противоположной франции здесь гамбан его нету здесь у нас элементал его тоже нету значит просто круг вот на данный момент идет атака орды на нашу базу попытка убить босса вот это наш босс атака была в принципе армии то заработанные артефакты вот отдаем на патруль на рост дерева на магом на порталы отдаем на портуль также здесь вы можете купить за артефакты дополнительные плюшечки гербовую накидку при вознесении то же самое вертолетик с пяти зарядами чтобы не бегать своими на базу вы можете отправить все артефакты на благо великого альянса или орды вот на данный момент появился огар вот он слева стоит второе необходимо убить тут нас орда также присутствует как видим идет общий замес огар убит кем убит я на данный момент не увидел за кого он выступает на данном этапе но скорее всего за нас а вот и альянс орда немножко от центра доминирует наши двинулись первому флагу основном для переоспределения ситуации здесь у нас глипад стоит вот он на вышке вполне убивается в соло также здесь любят стоять охотники маги которых отлично сбивать тайфуном данном патруль очень тоже твердолобой с него падают ключи на тюрьму а вот и орда так давайте попробуем все-таки пробраться сейчас охранники на меня обратят внимание они обратят пройдем дальше дополнительно изучите где стоит вражеский босс и дополнительные писи так одна клетка на улице у нас есть вот она тюрьма находится удобней чем у альянса альянса надо пройти больше мпс вот он тюремщик и вот они еще две клетки игроки появляются в этих камерах так давайте если нам никто не помешает убьем его мы получаем ключ и артефакты открываем любую клетку сундучок мы не получили но получили очки чести очки завоевания на данный момент рейд пошел на бисер рарикетного вот он пантора очень жесткий в соло не судьба любым классом ну давайте очень продемажем для приличия сейчас сейчас появится так мы его победили получаем книги те самые книги которых я вам рассказывал ранее итак посмотрим для друида эта книга возрождения которая производится мгновенно и облик птицы полеты очень эффективная вещь для друида но всего лишь на часик и довольно часто она к сожалению не падает грубо говоря раз в сутки вот мы теперь можем перемещаться в принципе спокойно вести разведку воздушного воздушного пространства а также перемещения противоположной франции анализ более эффективен если вы играете в жесткой рейд группе будет довольно эффективно а также интересно пофармить кости и просто понадоблюдать стенка на стенку со стороны как видим идет замес небольшой вот произошел захват предпоследнего флага в этой области сейчас должен появиться последний флаг в данной области вот видимо гриппат бушует кстати агрится даже в полете вот он флаг вот они гладиаторы после захвата флага по истечении 30 секунд они должны исчезнуть как видим вот их подагревают но лучше этого не делать поскольку демоны очень толстокожие вот стада наша пробежала и видим мы выиграли последний флаг через 30 секунд они исчезнут но в данной моменте они пошли все в обход на босса со стороны воды вот видим ежедневный квест выполнен даже не мною а убили гриппана для всей группы вот исчезли гладиаторы наша рейтгруппа пошла в обход по воде вот он босс вот он босс видим орды не так уж и много а выходили так посмотрим за ситуацией в общем вот его сагрили и вот просто фармят со стороны вот кладбища видимо идет большой дд она практически не сопротивляется все и общий отход всех сил но никто не успел того как говорится добили поскольку бегут за вами и NPC и игроки если в данной области помеченной красным выловить пруд свирепых пираний поймаете одну пиранью и съешьте ее возможно превратитесь либо в орка либо в таурена даже у друида вне зависимости от смены формы он будет присутствовать такой вот небольшой стёб тут идет уже кардинальный замес был куплен флаг очень удобная вещь боевой штандарта Ванграда Рида большой запас прочности повышает всех универсальность видим мы немного оттесняем орду а вот вызван змей который всех врагов нам немножко кинет в стан ледяной немного поможем поможем с этой стороны не успел если по какой-либо причине у вас нет даже запасов провизии вы можете попросить у этого NPC при условии что не захвачена данная область башни за это вы получите пончики из маны итак наши отбили флаг регрупп на первом флаге регрупп на первом флаге итак